АПЛОДИСМЕНТЫ Такой творческий подарок учителям подготовила Марина Вайейкова и ее одноклассники. Выпускница отметила, этим утром она успела испытать всю гамму чувств. Расставаться с любимой школой непросто. Конечно, грустно. Есть учителя, которые прям... Я их очень люблю, они прикипело прям. Но это этап, который нужно пройти каждому. И я думаю, что мы, безусловно, еще увидимся с моими учителями, которых я безумно люблю. Кстати, девушка хочет стать инженером-строителем. Говорит, хочет разрушить стереотипы о мужских и женских профессиях. Уверена, на ЕГЭ все получится. К тому же в кармане золотая медаль, а это дополнительные баллы. Вообще нужна физика, это 100%. Математика. Очень много сил было приложено. К репетерам хожу два года. Надеюсь, что все хорошо сдам. Ну, в общем, готовимся. Работа тяжелая. В этот день особенно волнуются классные руководители, ребят. Те, кто год за годом радовался их успехам, поддерживал, когда что-то не получалось. Сдерживать эмоции в такой день совсем непросто. Мы все очень волнуемся, ждем, чтобы они действительно поступили. Я вот говорю просто, хочется заплакать, потому что, нет, я очень рада за них. Но хочется заплакать, потому что я прощаюсь с лучшими ребятами. И эту оценку они по праву заслужили. Из 61-й школы в этом году выпускаются шесть серебряных и три золотых медалиста. Еще одна гордость учебного заведения – кадеты. Свое будущее они уже четко определили. Планирую поступить в Галлистский пограничный университет и продолжать военную деятельность. У меня достаточно много навыков, и они не базовые. Это разборка, сборка АК, магазины, снаряжение, физподготовка, строевая подготовка и так далее. С выпуском ребят поздравил в Рио заместителя губернатора Виктор Карамышев. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, чтобы, идя во взрослую жизнь, вы сохранили самые добрые воспоминания в своем сердце о вашей школе. О тех учителях, которые вкладывали частицу своей души в вас. Чтобы вы всегда помнили о тех надежных друзьях и товарищах, с кем вы делили свои радости и огорчения. Всего в этом году из школ Курской области выпускается больше 4000 11-ти классников. В приграничных районах последние звонки проходят в онлайн формате. А впереди у ребят ЕГЭ или вступительные экзамены. Не менее волнительные дни. Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня.